Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Игорь, вы на канале Морас Хан. Сегодня у нас опять отстрел и у нас сегодня развлекательно-познавательное видео. Я хочу вас познакомить с методикой проверки пристрелки ружья по методике Джорджа Трулока. Кто такой Джордж Трулок? Это такой американский инженер, бизнесмен, который создал одноименную компанию Трулок Чок Тюбс, которая производит очень известные в Соединенных Штатах, соответственно, чоки. И для начала давайте небольшую предысторию. Я вам расскажу, откуда все это дело пошло. Меня давно мучил вопрос, почему у нас, ну скажем, что не наших охотников, очень много задается вопросов и люди ломают голову с точки зрения дальнего выстрела, какой патрон и вообще больше всего интересует резкость. Очень много тестов. Люди стреляют по бумаге, стреляют по доске, делают всевозможные упражнения. При этом, посмотрев YouTube, американцы совершенно этим делом не страдают. А хотя кому бы, как не им бы, этим вопросом озадачиваться, потому что они стреляют сталью. Тем не менее, никто этого не делает, никто этим не озадачивается. Ну и вот я, как бы, страдая определенной избыточной любопытностью, связался, вступил в связь по переписке с Джорджем Трулоком. Честно скажу, не уверен, что сам Джордж мне отвечал, но тем не менее, ребята из компании Трулок очень любезно мне стали отвечать на вопросы. Вот я им и задал вопрос, вот как же быть, как вы оцениваете и вообще, как люди стреляют. Ответ был банально простой. Он говорит, что все американские охотники стремятся стрелять на определенную дистанцию. Ну то есть, патрон рассчитан вот на такую дистанцию, вот эту дистанцию вы понимаете, ставите себе маркер, это могут быть чучела, это может быть определенный какой-то, любые другие, там деревья, еще что-нибудь. Люди прекрасно понимают, на какую дистанцию им стоит стрелять, туда и стреляют. Я говорю, ну хорошо, но звучит это как-то очень странно. Ну а как они вообще это дело проверяют? Он говорит, все очень просто. Ребята, вы должны подбирать свою систему оружия, чок, патрон таким образом, стреляя по мишеням, делая пристрелку, что в круг 75 см должно попадать 70% дроби. И вот это будет та дистанция, которая вам гарантирует 100% поражение, очень уверенно, без подранков и так далее, и так далее, если вы попадаете центром. Звучит очень просто и, в общем-то, на мой взгляд, довольно спорно. Но давайте попробуем, ребят, потому что в чем-то он, наверное, прав. Давайте мы таким образом попробуем оценить возможности двух патронов и одного чока. Вот у меня есть Carlson Cremator Long Range. У него в этой линейке Cremator всего три чока. Close, Mid и Long. То есть Long предполагается для дальней стрельбы. Соответственно, мы возьмем патроны тройка. Это у меня Silver Shot SKM 32 грамма, тройка, контейнер. Ну и заодно немножко нагрузим свой тест, чтобы было чуть-чуть более интересней. Возьмем Azot Energy. Это тоже тройка, но 36 грамм. Заодно и посмотрим, во-первых, оценим дистанцию, на которую могут стрелять патроны, по мнению Джорджа Трулока. То есть обеспечить стопроцентное уверенное поражение. А заодно и посмотрим, дает ли преимущество более большая навеска по сравнению... Навеска 36 грамм по сравнению к навеске 32 грамма. Все очень просто. Ничего никому не навязываю. Опять-таки, повторяюсь, это такое развлекательно-познавательное видео. Попробуем свое любопытство каким-то образом уторить. Начнем стрелять мы с 35 метров. Каноническая дистанция. Оценим выстрелы с каждого патрона. А потом будем постепенно отходить и найдем ту точку, где, по мнению Джорджа Трулока, заканчивается уверенная дистанция стрельбы данным чоком, данным патроном. Ну что ж, друзья, давайте посмотрим, о чем говорит Джордж Трулок. Каноническая дистанция 35 метров. Стоят две мишени. В правую я буду стрелять азотом 36 грамм. В левую я буду стрелять сильвершот 32 грамм в контейнере тройка. Поехали. Ну а теперь у нас будет длительная и муторная работа. Нам нужно наложить круг 75 сантиметров и посчитать. Вот, ребят, вот мы стреляли с 35 метров дульным устройством, которое предназначено для дальней стрельбы. Стреляя, естественно, российскими патронами. Не самых последних фирм, да? Вот, смотрите. На 35 метрах сильвершот 32 грамма положил 84 дробины. Да, ребят, было неудобно, кое-как наложили, но здесь, в данном случае, в принципе, ничего не потеряли. Ну, может быть, одна дробина. Сам Джордж говорит, что 70 процентов, ну, плюс-минус 5 процентов, мол, годится. Но будем считать, что 66 это плюс-минус 5 процентов. 70. Вот его предельная дистанция 35 метров по Джорджу Трулоку. Так стреляет сильвершот 32 грамма. Понимаете? Вот она, 35 метров. Я всегда говорю, это далеко. Кто-то считает, можно стрелять дальше. Хорошо. Я уже просто веселюсь, потому что столкнулись с нашими реалиями, да, с оценкой американцев, как это все происходит. Сейчас мы с вами будем стрелять на 40 метров. Я уверен, что результат будет сразу неприемлемый. Но мы должны будем убедиться. Хорошо? А давайте теперь посмотрим. Я недаром не люблю Energy Azot 36 грамм, потому что здесь изначально на 20 дробин больше, а прилетело 80 дробин, на 4 меньше. Здесь еще... Ну, хорошо, Ваня правильно сделал, потому что это вопрос, как мы накладываем, нам не очень удобно, непрозрачный трафарет. Но он прихватил еще 3 дробины, то есть натянули, даже вон там еще. Натянули сколько могли, но тем не менее, ребят, 54 процента. Вопросы, большие одни вопросы. 35 метров это уже далеко для азота, получается, по методу Джорджа Трулока. Мы все равно стрельнем на 40, посмотрим, что будет дальше. А дальше, ребят, мы будем подходить, потому что, ну извините, методика есть методика. Оставайтесь с нами. Ну что ж, друзья, без всякой надежды на успех мероприятия прибавили еще 5 метров. Теперь у нас 40 метров дистанция. Вот. Делаем то же самое. В левую буду стрелять сильвершотом, 32 грамма. В правую 36, азот-энерджи. Пойдемте расстраиваться. Вот, пожалуйста, на 40 метрах я вам оставлю, собственно говоря, самим оценивать качество осыпи. Да, сейчас не об этом речь. Мы с трудом натянули сюда круг и получилось, что из 148 дробин сюда прилетело в круг. Мы смогли запихнуть 58 попаданий. Это всего лишь 39 процентов. Что говорит о том, что он совершенно не годится. То есть его предел был, то есть он уже не подходил к 35 метрах. И он совершенно ужасно выглядит на дистанции больше 40 метров. Давайте посмотрим, что происходит с сильвершотом. А сильвершот вот так выстрелил, ребята. И здесь из 128 дробин 54 у нас пришло в круг, что составляет 42 процента. Ну, вообще-то говоря, до 40 метров, ну, не знаю, опять-таки, напишите в комментариях. Вот по мне это очень неплохо. Вполне равномерный, вполне рабочий выстрел-то. Но вот Джордж Струлок говорит, что это все фигня. 42 процента это будет неуверенный выстрел. Все-таки тест надо каким-то образом завершать. Поэтому я предлагаю найти то положение, которое бы оценил Джордж Струлок. Мы тогда подойдем на 30 метров и выстрелим обоими патронами. Посмотрим, чего хотят добиться американские охотники, что они преследуют. Давайте это сделаем. Ну что, друзья, давайте вынесем приговор российским патронам. Согласно методике Джорджа Струлока. Все делаем то же самое. Сервершот влево. Азот 36 грамм вправо. Стреляем с 30 метров, ребята. Ну вот, давайте посмотрим. На 30 метрах сильвершот 32 грамма. Вот такое попадание. 97 дробин. У нас так получилось, что Ваня топит за азот, потому что он его считает. Я топлю за силвершот. В этот раз мы ничего не прибавляли. Все то, что четко в кругу, максимум в линию засчитано. 97 дробин. Вот вам, пожалуйста, усыпь. Это 76 процентов на 30 метрах. То есть, помните, на 35 метрах у него было 66 процентов и на 30 метрах 76. То есть, можно смело сказать 32, 33. Ну, хорошо, пусть будет 33 метра. И это будет самая идеальная дистанция для сильвершота 32 грамма. Кстати, заодно, пока мы смотрим на эти картинки, задумайтесь, мы сейчас будем подождать итоги. Так уж ли не прав Джордж Трулок, когда он придерживается именно такой системы оценки. Я понимаю, что у нас есть тоже, и ничего нового не придумывал, что еще наши деды считали посудольным мишенем. Ну, просто задумайтесь вот сейчас пока. Сейчас мы посмотрим, что с азотом. Вот, друзья, 36 грамм. Азот, тройка, дистанция 30 метров, 105 дробин, 71 процентов. Вот, Джордж Трулок был бы счастлив. Но мы только помним, что это 36 грамм. То есть, этот патрон стреляет на 30 метров. Так или не прав, Джордж Трулок? По мне, так вот, пожалуйста, ребята, с точки зрения качества усыпи и надежности поражения, на мой взгляд, его слова не лишены определенного смысла. Дальше просто стоит вопрос. Если американцы стреляют на определенной дистанции, это, конечно, наверное, не так. Они так же хулиганят и палят куда попало. Но, в целом, если они преследуют большинство из них определенных вот таких правил, то мы не должны удивляться, почему у них так взрываются птицы, так надежно поражаются, падают эти селезни, гуси. Пожалуйста. Вот дистанция и патроны. То есть, согласно этому тесту, азот точно до 35 метров. Это его максимальный предел. Ну, этот еще, как ни странно, сильвершот еще можно, на мой взгляд, вполне можно стрелять и на 40, потому что мне его вполне понравилось. Но тут я хочу оставить это вам, потому что, прежде всего, друзья, я не хочу никого ни в чем убеждать. Опять-таки, у меня так же много вопросов к этой методике. Она очень простая и по-американски, как они все меряют, бутылками кока-колы, там, не знаю, ложками большими, малыми и так далее, десертными. Но задумайтесь, ведь все-таки не лишено глубокого смысла то, что он говорит. Надежность поражения, если ты попал, ты точно попал. Дистанции определяются вот таким образом. Поэтому, дорогие друзья, не забывайте подписываться на мой канал. Это очень важно. Особенно, дорогие друзья, хочу отметить, что YouTube очень не любит ролики, связанные со стрелами, с оружием, всякой стрельбой. Соответственно, он тут же автоматически снямет монетизацию. Когда я говорю монетизация, в данном случае, дорогие друзья, это не то, что я зарабатываю деньги. Очень важно, когда включается монетизация, да, включается реклама, которая вас раздражает. Но именно тогда YouTube продвигает этот ролик. А так как YouTube против всевозможных охот и оружия и так далее, он этот ролик демонтизирует. И продвигать его не будет. Поэтому очень важно, чтобы вы обязательно отреагировали. Поставили лайк или дизлайк. Пишите свои комментарии. Это очень важно. Особенно в первые несколько часов, когда выйдет этот ролик. Чем больше будет, соответственно, вашей реакции, активности под этим роликом, тем больше YouTube его будет продвигать. А вы сами понимаете, любой автор, мы занимаемся каким-то определенным делом. И мы все не лишены каких-то амбиций. Мы все хотели, чтобы это было кому-то нужно, кому-то интересно. Чтобы канал рос. Все, дорогие друзья. Большое спасибо за внимание. Спасибо, что смотрите. С вами был Морос. До новых встреч. Пока.